Добрый день! Сегодня 19 сентября. Я приветствую вас на канале Жанна в Турции онлайн. Переименовала канал, прислушавшись к вашим мудрым советам. Сохранила свое имя в названии, осталась страна Турция, в которой я живу. А онлайн это тот процесс, в котором много чего сейчас происходит в нашей жизни. Многие из вас путешествуют онлайн, дети учатся онлайн. Тимур тоже, кстати, занимается дома, но я сейчас не буду в это углубляться. Сегодня выходной, мы приехали на пикничок. Тот же прекрасный комплекс, который я показывала вам в прошлом видео. Но я не буду повторять сегодня эту прогулку, мы с вами сходим к морю. Первое, что я сделала здесь, это окунулась в бассейн. По-прежнему жарко, несмотря на то, что в эти выходные синоптики обещали дожди и понижение температуры. Особого понижения температуры не произошло, она по-прежнему держится на уровне 30 градусов. Дождя, как вы видите, тоже нет, но сегодня присутствует небольшой ветерок, который очень приятно освежает. На пикнике мое любимое блюдо, уж не знаю, как фирменное, это икра из запеченных овощей. Выглядит аппетитно с самого начала. Баклажанчики и помидорчики. Не очень сильно, притушиваем на углях. Шкворчащие помидорчики, да, уже почти готовы. Все, снимаем. Сейчас я буду от шкурки очищать и мелко-мелко рубить их. Я очистила помидор от шкурки, вот так вот она легко снимается. И теперь его нужно нарезать и потом еще мелко-мелко порубить. И также нужно сделать с баклажанами. Как чистить баклажаны, я вам сейчас покажу. Я эту икру делаю уже очень много раз, и у меня, как говорится, рука набита. Так, и потом я уже сделала дома, приготовила вот такое вот, посмотрите, здесь болгарский перец, лук, зелень. Я уже сюда налила оливковое масло, посолила, поперчила и чуть-чуть уксуса. И теперь вот сюда мы добавляем то, что мы нарубили. И сейчас сюда же отправятся еще и баклажаны, и будет вкуснота. Баклажанчики вот так вот нужно разрезать вдоль. Раскрываем его. Шкурку, чтобы не чистить, просто из шкурки аккуратненько, вот так вот, легкими движениями вычищаем внутренность. Вот у нас шкурочка осталась целая. Ну, гарь, естественно, попадается, где-то это нужно убрать. На природе ничего лишним не бывает. Так, и здесь то же самое. Очень полезная, очень вкусная икра. Ну, это ближе, наверное, к кавказскому блюду, хотя я думаю, что у турков наверняка в кухне есть что-то похожее. Так, вот более-менее вычистили. Это выкидываем, и баклажанчик так же мы нарубаем, как и помидор. Ну, и сюда же, в наше волшебное ведерко. У меня все готово, потрясающе. И выглядит аппетитно, и пахнет очень вкусно. Но это, конечно же, всего лишь закуска. Основное блюдо у нас на мангале. Сейчас я вам покажу. Здесь тоже все очень аппетитно выглядит, потрясающе пахнет. Мы жарим маринованную курочку. Это, наверное, часть, которая ближе к спинке, называется килибек. Продается здесь в специализированных мясных магазинах. Здесь очень много замаринованного мяса, курицы. Можно выбрать все, что угодно. Как ни странно, вот именно спинка, но она бывает всегда очень сочная и очень мягкая. Но и это еще не все. Здесь специальный маринад, соль и острый красный перец. Вот такой он продается здесь во всех магазинах. И сейчас в этом маринаде мы будем обмакивать говяжью печень с курдюком. Это должно быть потрясающе вкусно. Вот это мы уже делали сами. Да, мы купили отдельно курдюк, отдельно печень. Мелкими квадратиками все это нарезается. Вот так вот через кусочек нанизывается. И вот в этих специях обмакивается. Помимо традиционного килибека, мы сегодня пробуем вот такую аданасшиш. Написано хинди, это значит индейка. Но при детальном прочтении выяснилось, что там и баранина, и говядина присутствуют. Купили мы это в метро. Уже готовые вот такие, по-нашему, я бы сказала, люляшки на шпажках. Печень здесь уже доходит практически. И, кстати, оказывается, ее нужно посыпать вот этим маринадом уже непосредственно, когда она находится на гриле. Интересное у нас сегодня барбекю получается. Несколько видов мяса. Будем все пробовать. И вот такой шикарный вид на море. Вы, наверное, узнали. Этот комплекс, который я вам показывала несколько дней назад. Мы сюда приезжали покупаться в бассейне. А сегодня вернулись, чтобы пожарить барбекю. Как дела? Когда будет готово? Через несколько минут уже вот прям жирок выкапливается. Скоро будем. Ой, дым. Почему такой дым? Это испаление хорошее. Я вся пропахла с этим дымом. Смотри, как выглядит. Вообще фикардосил. Получилось невероятно вкусно. В одной чашке у нас ассорти и печень, и курдюк, и мясо, курица. Мы еще поджарили хлебушек, турецкий батон. Очень вкусно получилось на костре. Конечно же, зелень. И давайте сейчас быстренько пробежимся по ценам. Итак, килограмм печени стоит в районе 45 лир. Килограмм курдюка 40 лир. Вот эти люляшки, я вам показывала их в упаковке, там 1,260 лир. Они стоят 50 лир. Килибек, это куриная спинка, ну, в районе 20 лир за килограмм. Мне больше всего понравилась печень с курдюком. Я обожаю жирное мясо, да, я знаю, что это вредно. Люляшки по мне островатые, но, в принципе, вкусненькие на любителя. Если вы в районе кухни, я желаю вам приятного аппетита. И нам тоже. После столь обильной еды, конечно же, нужно растрясти жирок. И поможет мне в этом дорога к морю. Очень крутой спуск, а потом еще я буду по нему и подниматься. Но все, что не делается, делается к лучшему. Вокруг невероятная красота. Посмотрите, какое цветение. Но, к сожалению, никоим образом эта прекрасная природа и жаркая погода не может помешать распространению коронавируса в Турции. Статистика совсем неутешительная. 1771 человек инфицированы и вновь выявлены за последние сутки. Это почти на 80 человек больше, чем за предыдущий день. Дорога к морю проходит через отель. Очень здесь красиво. Когда спускаешься вниз, вот эта вот гора невероятная. Прямо на нее смотрят вот эти номера. Вид из окон получается на гору и на море. Ну и начала говорить про коронавирус. Правительство Турции ужесточает меры. Был проведен соцопрос. И 9 из 10 жителей страны согласны с тем, что необходимо вводить карантин. Вот как это было весной до того момента, пока открылись границы. На двое, на трое суток нас закрывали по домам. И мы сидели без вылаз на дома. Хлеб и воду нам привозили. В данный момент что сделано? Ну, по поводу масок вы уже знаете. Это не обсуждается. Это обязательно во всех провинциях. Ой, какой ветер. Чем ближе к морю мы подходим, тем сильнее ветер. Не знаю, какой звук получится. Но надеюсь, вы меня услышите, расслышите то, что я говорю. По мне, так очень неудачный здесь вход в море. Дно каменистое. Местами, конечно, вход расчищен. Но это не тот пляж, о котором ты мечтаешь, когда едешь на отдых в Турцию. Да и не только в Турцию, в любую другую страну. Ну, а море, вы видите, оно сегодня волнуется. Все-таки прогнозы синоптиков по поводу грозы, наверное, оправдаются. Может быть, ближе к вечеру или завтра. Здесь, конечно, купаться совершенно невозможно. Давайте пройдем туда, до горы. Там очень красивые виды. По поводу ограничений, которые еще введены в Турцию. Они касаются людей старше 65 лет. У них ограничено время прогулок. Теперь они могут выходить на улицу с 10 утра до 17.00. Очень неудобное время, самая жара. В такое время мало кто из местных жителей выходит вообще погулять. В основном, конечно, все прогуливаются вечером. Также новое введение – это обязательное наличие ХЕС-кода. В общем-то, его введение происходит уже давно. Еще весной это началось. И первоначально задумывалось для того, чтобы отслеживать перемещение людей. В особенности, когда они ездят из разных провинций. То есть нужно было для покупки билета на автобус междугородний или на самолет обязательно получить ХЕС-код. Но этим требованием многие пренебрегали. Недавно активно проходили проверки общественного транспорта, вот именно междугороднего. И было выявлено, что многие покупают билеты, не приобретая этот ХЕС-код. За это водителей транспортных средств штрафуют. И забирают у них автомобили на 10 дней, по-моему, на штрафстоянку закрывают. Но этого теперь оказалось мало. И ХЕС-код требуется не только для междугородных поездок, а также для посещения любых госучреждений, больниц, банков. Мы были в ГЁЧе. 17-го числа у нас было рандеву наше долгожданное. Не все гладко у нас прошло. Мы столкнулись с определенными сложностями. У нас полный пакет документов был собран, естественно. Мы оплатили налоги. Если кому интересно, для граждан разных стран налоги отличаются по сумме. Прекрасная вода, шикарное море и волны. Мы граждане Казахстана. У нас получается где-то в год 500 лир на одного человека выходят налоги. Это не седая страховок. Страховка медицинская при получении ВНЖ, она обязательно, и она оплачивается отдельно. В ГЁЧ нас не запускали до того момента, пока мы не получили ХЕС-код. В общем-то, ничего сложного в его получении нет. Вводятся определенные данные через телефон, отправляется смс. И буквально через несколько секунд приходит ответ с вот этим ХЕС-кодом. И он сейчас является пропуском для посещения всех учреждений, как я сказала. Конечно же, ХЕС-код в первую очередь нужен гражданам Турции и тем, кто здесь находится длительное время. Я не думаю, что он понадобится туристам. Что произошло у нас в ГЁЧе? И комет у нас закончился в апреле. И тогда же в апреле я подавала документы на продление нашего папы. В тот момент здесь не было. У него пропали несколько билетов, закрыли границы. Он не смог к нам вернуться. Естественно, первое, что мы сделали, это пошли в ГЁЧ и уточнили, как нам подаваться. Нам все объяснили, что в связи с пандемией, понимаем ситуацию, будут определенные поблажки. Подавайтесь, как есть, на семейный ВНЖ. В тот момент для граждан Казахстана и большинства постсоветских государств действовал закон, который отменял получение туристического ВНЖ по истечению одного года. То есть обязательным условием для продления ВНЖ было наличие недвижимости, учебная или рабочая виза. Какое беспокойное море! Ну, вы наслаждайтесь, а я вам буду рассказывать пока свою ситуацию, если она вам интересна. На тот момент для нас единственный вариант был, это подаваться по семейному икомету. То есть по топу получает владелец недвижимости, а дальше за ним уже получает семья. Для этого владельцу квартиры необходимо дополнительные справки было получить. Естественно, что справки эти мы переводили, заверяли у нотариуса, ездили в консульство, ставили, опостили. В общем, все это обходится в определенные деньги. Естественно, тратится время, вот эти все поездки, ожидания. И что вы думаете? 9, по-моему, сентября этот закон отменили. То есть все вернулось на круги своя, как говорится, продление туристического ВНЖ для граждан всех стран теперь возможно. Ого-го, слушайте, ох, ничего себе, я иду чуть-чуть по берегу, а меня заливает. Какие здесь красивые камни, но как это страшно. Слушайте, буйство природы. В общем, все наши вот эти вот движения, сбор дополнительных справок оказался бесполезным. 17-го числа, ладно, уже мы приходим в ГЕЧ, и тут нам говорят, что у вас недостаточно там еще каких-то справок для получения семейного и комета. Мы, конечно же, просим перевести нас тогда на туристик, потому что сейчас это разрешено. Хорошо, документы у нас принимают, мы уходим довольны, и сказали, что в течение 15 дней будет ответ. Через пару часов нам позвонили, попросили приехать в ГЕЧ и вернули документы нашего папы. Владельцы недвижимости, в общем-то, от квартиры и от него мы отталкиваемся, вся семья. Объяснили возврат документов тем, что подавали мы на продление в тот момент, когда его не было в стране. Ну, абсолютно глупая ситуация, замкнутый круг. То есть все наши уверения по поводу того, что вот они пропавшие билеты, пожалуйста, мы держим копию, что к моменту подачи наших документов границы были закрыты, и он при всем своем желании не мог сюда приехать. Это абсолютно, как нам сказали, нас не волнует. Ему пришлось повторно подавать на рандеву. Теперь у него рандеву аж в ноябре месяце, по-моему, 17 или 18 числа. Я не знаю, как сложится у нас получение и комета, наши документы сейчас находятся на рассмотрении. В общем, это еще одна из глупейших ситуаций, которая может возникнуть здесь, в Турции. Вот ты даже не думаешь о том, что такое возможно. Когда здесь повышалась заболеваемость и развивалась пандемия, говорили о том, что будут поблажки, отменяются все штрафы, что продление будет без проблем. Ну, а на самом же деле, вот, пожалуйста, реальная ситуация. Я вам ее рассказала. Есть и положительные новости, особенно для граждан Турции, которые имеют родственников в России. И теперь гражданам Турции не нужно каждые три месяца выезжать из России, чтобы получать визу. Она выдается на основании обычного заявления и, возможно, ее выдача на год. Я знаю, что очень много совместных семей русско-турецких, и вот это вот получение упрощенной визы, оно, конечно, для многих будет большим облегчением. Вы знаете, вообще вот этот бюрократический вопрос, он, конечно, не отступает ни в одной стране. То есть этого хватает везде. Я бы с удовольствием прошла бы туда дальше, но такие волны. Вы знаете, когда даже близко туда подходишь, ко мне становится страшновато. И какую я опасную картину там наблюдаю. Уж не знаю, как они туда заплыли. Вот двое людей на матрасах, такие волны. Но там, наверное, есть еще один пляж, и я так думаю, что к нему можно подняться вот отсюда. А как туда зайти, это мне нужно вернуться сейчас обратно, выйти на эту аллейку, и тогда мы с вами сможем прогуляться к следующему пляжу. Ничего себе! Посмотрите, как мы с вами красиво зашли! Ой, ну вот это вообще картинка. Вы видите, да, этого плавающего товарища на матрасе? Это, конечно, сказка, да. О таком отдыхе мечтают многие. Очень интересный здесь берег. Боже мой, какая красота! Ой, сейчас я пытаюсь и в камеру смотреть, чтобы и картинку вам красивую показать, и не сломать себе здесь ноги, потому что обрушенная здесь немножечко дорожка. Посмотрите, что творится подо мной. Невероятно! И вот он, этот пляж. Как же они туда проходят! Очень интересно! Да, посмотрите, он идеальный. Пляж, камней нет, и он, естественно, расчищенный. То есть это не специально пляж сделанный. Какая шикарная бухта! Вот под такой горой. У-у-у! Красотень, красотень! Но я все больше и больше влюбляюсь в это место. Вы знаете, великолепно! Здесь столько можно найти интересных, красивых мест в Турции. Каждая из них поражает просто. Давайте еще немножечко с вами сейчас пройдемся туда дальше. Это просто потрясающе! Я нашла спуск сюда, к этому великолепному пляжу, естественному, природному, нерасчищенному. Вы посмотрите, как интересно сочетаются камни. Вот по лесенке надо спуститься. Сейчас по ним пройти и дальше совершенно великолепный песчаный пляж. Ну что, пойдемте попутешествуем. Ой, главное мне сейчас, я говорю, не сломать ноги. Посмотрите, куда мы с вами идем. Давайте будем делать все действительно онлайн. Добро пожаловать! Так, снизу, сверху. Ой, боже, я боюсь! А вы представляете, если волны сильнее, они же заливают вот этот проходик малюсенький. Ой, я прям чувствую себя, знаете, как в первые свои выпуски, когда я лазила по всяким горам и пещерам. Боже мой, горам, как мне страшно, вы себе не представляете. Надо мной нависает огромный камень, я иду в полусогнутом состоянии. Ой, и меня уже очень даже сильно заливает. Так, господи, чуть-чуть я отошла. Здесь есть вот такая вот небольшая территория, да, место, чтобы дышать. А что такое у меня? Клаустрофобия, что ли? Почему я так боюсь? О, вы посмотрите, что надо мной! Как интересно! Вам это ничего не напоминает? Мне это напоминает троянского коня. Почему-то первая ассоциация. Это просто шедеврические виды. Вы посмотрите, какой пляж! Уже раз десять, наверное, я это сказала, но я прям не могу налюбоваться. Очень мне здесь нравится. И знаете, и страшно с одной стороны немножко. Это, конечно, сила природы. Это непередаваемо. Какая мощь! Как нависают вот эти горы! Смотрите, как интересно, да? Расположились, вещи тут бросили. А, откуда-то лежак, наверное, приплыл. Вряд ли его сюда принесли. Да, красота! Невероятная, неописуемая. Боже мой! Прелестное место! Смотрите, какие бухточки, да, получаются. Можно здесь спрятаться в тенечек. Даже палатку ставить не надо, да. Но вода туда заходит. Там тоже мокро. Представляете, какие сильные волны. Что-то там выбросило. Матрасик какой-то. Ух ты ж, ух ты ж, ух ты ж. Вода великолепная. Такая теплая. Занырнуть бы сейчас, занырнуть. Но не буду. Я страшновато. Мне одной в такое море. А людей много здесь, да. Молодцы! Нашли интересное место. Это, конечно, все очень хорошо и красиво. А мне же надо сейчас возвращаться обратно через вот этот вот... Ух ты ж, какие волны. Мне кажется, что они становятся все больше и больше. Ай-яй-яй! А как же я сейчас пройду обратно? Да, там же такой узкий проход. Ого! Посмотрите! Ничего себе! Все! Я вся мокрая. Мамочки, мне страшно. Честное слово, пожалуйста, успокойтесь волны. У меня паника начинается. Выпустите меня отсюда. Ну и как мне это пройти? Так, ну давайте быстро бегом, что ли, как-то. Боже мой! Не затапливайте меня, пожалуйста. Не затапливайте меня. Я быстро-быстро пробегаю здесь, на лестницу. Ай-яй-яй! 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 Все, залило. Я герой! Простите меня за мои дурные эмоции. О, это было, да. Небольшой адреналинчик. О, ничего себе! Ну как же, тут все круто. А вы представляете, когда здесь спокойно? Вот это райское наслаждение. Так, ну а теперь по вот этой неприметной лестнице. Все, уходим отсюда. Мне на сегодня впечатлений хватит. Жиры-то я свои точно сейчас растрясла. И не только от ходьбы, а еще и от адреналина. Ох, ну прекрасно. Неописуемые впечатления у меня от сегодняшней прогулки. Классно, как красиво. Чтобы вы сейчас поняли, почему я так пищала и визжала, я проходила, вот видите, там узенькая совершенно тропинка, куда сильные очень волны, если поднимаются высоко. А я-то с телефоном, я еще и с сумкой со своей дамской. У меня там еще и кошелечек с документами. То есть вообще мне это не было нужно. Видите, как вода подходит туда. Ну и все, дамы и господа, на этих эмоциях. Да, почувствуете, как мне здесь. Онлайн мы с вами прекрасно, по-моему, прогулялись. Я обращаюсь с вами до следующего видео. Приятных вам впечатлений. Только положительных эмоций. Не забывайте ставить лайки и подписываться на этот канал. Мне это очень нужно для дальнейшего продвижения и развития. Все, дорогие мои, до свидания.